Потому что студенты должны научиться отличать тот лиц соц, который обладает высокой акваритетностью, а тот, как он может обладать. Потому что даже в учебниках, которые у нас появятся в учебниках, даже чем с того, как они в 3-4 здания, у нас есть решение. И студенты должны научиться не перелять источник. То есть, когда у нас есть книга, они должны понимать, что все, что там написано, это неизвестно в последней станции. Основное отличие в том, что просто у этих ошибок больше. Просто там чуть в том же стиле и хуже они написаны. Но принципиально книги ничем не отличаются от текста написанного веки книги. Точно так же там есть авторы, точно так же там есть ошибки. И точно так же не нужно все принимать на веру, а собирать с учебниками. Это то, что называется пробивание фактического шлима с начальством студентов. Это то, что в этом случае, в том числе, в том числе. И если у вас нет, то там еще можно сделать. Спасибо. Север, если вы, как бы, куда-то куда-то. Да, пожалуйста. Да, он включен, просто предоставлялась, и словами, пожалуйста. У меня, наверное, сейчас задрело одно, два коротких замечания. Значит, одно – это по поводу использования в Египетии и как называть его ресурсы. Я что-то… Значит, ну, можно ли на запорожице, там, не знаю, ехать по трофе? Можно, да? Можно ли на запорожице использовать как так? Можно. Ну, для каждого свое есть что-то, понимаете? Вот, я вот так вот подумал, что Египетий – это информационный ресурс. И в идеале… Только информационный. Я сейчас не говорю, там, в виде знаний, в виде инверситета, в виде текст, да? И, наверное, я бы предложил, ну, тем, кто хочет использовать в Египетии, образовательный ресурс, ну, не скрещивать бульдовы с носорогом, а вот есть как источник информации, да, и здесь мы должны работать над достоверностью статей, вот, и второе – как, ну, привлечение к какой-то совместной работе, как к написанию, да, в специфическом стиле, но все же не так. И, может быть, не нужно пытаться, вот, неподходящий инструмент затачивать под другие задачи. Так вот, наверное, я бы хотел сказать всем, кто так или иначе вот делает такое благородное дело, но я думаю, что они могут, в принципе, дать разочарование просто ступить не туда. Вот, и второе – было очень хорошо по поводу правил. Вот, не знаю, что с этим делать, но, к сожалению… Вот этот слайд? Еще раз еще, Игорь Ильич, еще раз еще. Вот, еще раз. Вот, нет внятного прояснения правил гиппетии. Вот, к сожалению, я столкнулся с тем, что внятные правила есть. Вся сложность в том, что практика, как так, силы в руках тех, кто его интерпретирует. Нет, обратите внимание, Павел специально подчеркнул – и гиппетии. Очень важно. Да нет. Он акцентил это понимание. Проблема в том, что нет внятного использования правил внутри гиппетии. То есть тот, кто лучше гарпирует правила, тот быстрее и лучше выстегает результаты. Ну, так с другим законом вообще-то. Ну, смотри, конечно, да, можно, конечно, выйти в шутку, да, но… Я вот не только вздаливную интерпретацию. Вот, ведь вот тут будут говорить, да, там, про удалительство, там, еще честно. Вот я сейчас поджидаю зависит от искусения, в том числе и по удалению, вот сейчас по Ц1-критерию, да. То есть человек говорит про удаление коротких статей, потом вдруг он говорит, что нет, мы берем пример по удалению статьи, из которой можно создать только список. Вот видите, мы удалили же короткую статью в список. Все соглашаются. Да, после этого человек делает гениальный переход. Вот, а значит, так нужно поступать со всеми короткими статьями, в том числе и назначенными темами. Понимаете, да, то есть это в первом смесловом поле, под названием «Городкая статья». Вот я тебе сейчас… А? Да, давайте все, я не ранее говорите в сторону. Так, хорошо. Вот про, я не знаю, там, где это объяснить, вот про проблему вхождения в египедию, в том числе и образовательных ресурсов. Это вот вопрос внутреннего порядка. Спасибо. Я все-таки больно, если воспользуюсь микрофоном. Артолий, я попросил вас выйти сюда и рассказать очень коротко о проекте, который мы сделали. Вот как раз в ситуации объяснения, что такое в Википеде для египетистов. А? Ну, с вами, я… У меня там две-три минуты, я спрошу микрофон. Проект, прежде всего… Ну, в Википеде для египетистов – это тоже проведение техники для студентов. И, как дополнительный материал, издание такого вот небольшого методички. Методички полностью останавливаются. Можно по-русски назвать? Ну, как реагировать… Реагировать… Реагировать в Википеде. Да. И, что интересно, когда я не очень знаю, с десяток старых редакторов Википеде сказали, что нашли для себя очень много. Там просто сложный правил, который где-то разбросан. И просто такой большой угрожен, сами стали забывать про календарь эти стадии. Да, и еще я хотел… Как бы этот опыт, опыт применения пока в начальной стадии, например, проект, который прошел про мной в музыку уже, со статьи «Статья в Википеде вместо реферата». Ну, пока получается, реферат в Википеде вместо статьи, и Виктория, и в большинстве, они… Обычно бывает наоборот. Обычно «Статья в Википеде вместо реферата». Я помню, по-моему, готовый студент, который пишет реферат, который классический, в нашем понимании, просто записанный откуда-то, или здесь, 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 и все заканчивается. А вот я хотел бы, к отношению можно ли, к примеру, как образовать твоему источнику. Вот такой пример, да, она, конечно, рефератирована совершенно, мы все это понимаем. Ну, по-моему, мой коллега, профессор Иосиф Макил сказал, что он и при подготовке своих лекций в органической химии использовал, где все, в принципе, и он действует. То есть это… То есть вопрос в том, что там достаточно материала, и он достаточно надежный. Он, может быть, не надежный для выбора студентов, он надежный для вот членов. Это тоже достаточно важно. Но у меня есть… Ну, и есть… Уже у меня… У меня есть… Атолюбка, Анатолия, так. …берегите всем ответы. Рассказать о… Ну, для деятельности на применении Украины буквально… Это, может быть, какой опыт деятельности, который будет полезен для рекламы России. Например, такой, как реки экспедиции. Это тоже для наполнения ритюги знаниями конкретных средств и фотографий и усовершенствованных террористов. У нас там прошло 8 дней в предпоследствии. Видите, самая высокая массовая, она… Это вот за два дня с вами пройти, по-моему, около полусотни проехать сел и сделать фотографии полностью всех сел. И при этом было организовано еще с террористами, этого района, и наполнение этой информацией с… Телевещей информацией, то есть, которая… С музея райцентра, которая была не доступна, не ясно. Это один такой интересный способ. И второй, ну и последнее, это… Вот издание на стороне ИКИ «Софика» о распространении свободной лицензии. С нами была одна по свободной лицензии, и такая вот книга. Это перевод оперы «Софта» с французского языка на украинский, «Софта» с французского языка на русском языке. Она ранее, уже много лет не старалась, и вот после этого издания уже, в принципе, она будет посторонна. Испания очень интересного. Извините, извините, время. Значит, успеет высказать. Спасибо. Канадулю по-русски, приходите, смотрите. Так, пожалуйста, я беру руки, кольки, да, коллеги. Да, пожалуйста. Сережа, нет, извините. Да, пожалуйста. Что касается роста проектов, напомню. Другой Васильев, так что есть Джумба, которая толкалась в том, что изменить не образовательный ресурс. Хотя, с точки зрения, ну, прямо из-за статуса такого совершенно не сли. Выясно, что нельзя использовать для образовательной ресурсов, То есть нельзя использовать для антурсовой никто, тем более для научной деятельности. Конечно, это так. Если вы специально берёте какую-то тему, как логика для научных исследований, ну, курсовая, по крайней мере, предварительно превращает этап подготовки к научной работе, может какая-нибудь ступень, то, конечно, в таком случае вы не можете просто взять и скопировать от людей. Во-первых, это не работало, во-вторых, всё равно догадается, откуда вы это взяли. Но это не означает, что при работе вообще при сочинении курсов и дипломов вы не можете заглядывать в решение, по крайней мере, для общего развития, для другого. Потому что если вы возьмете какой-нибудь приклонительный актридентный источник на русском языке, а затем взять какую-нибудь в Википедию на английском, например, или даже на русском, и убедитесь, что огромное число проблем в этом источнике не обнаружено, даже если вы не будете доверять тем конкретным деталям, которые приводятся в русской или английской Википедии, то вы, по крайней мере, поймёте, что выдумать, скажем так, потому что не проблевать – это с нуля невозможно. Значит, по крайней мере, какое-то отношение к тому, какие искусы идут, какие споры идут в науке, можно получить, даже если вы не посчитаете, может усомниться в том, какая интерпретация сделана, может усомниться в том, какие факты подобраны в Википедии, да, между статьей этих акций «Статус Харушевского», но тем не менее, вы имеете достаточную опору для дальнейших взысканий, для того чтобы понять, по крайней мере, изначально, какие ставятся проблемы, какие проблемы обсуждаются в текущий момент в науке, и имеется, например, то, что сейчас, вам говорят, как на яйцах отношениях не на каких-то актуальных проблемах, и этому совершенно не правильно.